Дорогие севастопольцы Приятного просмотра! Любовь и мудрость Диогена Спектакль по пьесе Рацера и Константинова Действие первое Дом древнегреческого философа Диогена На берегу моря Для тех, у кого школа позади и все уже забыто Напомним, что жил он в небольшом приморском городке Синопе В четвертом веке до нашей эры А вот, кстати, и он сам На сцене мы видим только часть его дома Над входом висит старый заржавевший фонарь Не последняя вещь в нашем повествовании Во дворе собачья конура Экзотическое дерево И рассохшаяся винная бочка Также во дворе натянута веревка На ней сушится белье Это, конечно, нарушает строгий древнегреческий пейзаж Но что поделать Белье стирали и до нашей эры Сейчас этим занимается Памфила Жена Диагира Проклятая ступенька Милена Доброе утро, мама Ты где пропадала всю ночь? За тебя же интересует не где, а с кем Ой, да с кем я знаю Да С сыном камнетеса Милена Ты так молода Стать рабой корытой, прялки ты всегда успеешь Мам Ну, мам, ну не расстраивайся ты так, а? Ну не выйду я за него замки Это как это? А вот так это Он говорит, словно камни ворочи У нас есть что-нибудь поесть, а? Уди кушать Бабушка пошла в лавку к антиопу А отец еще спит? Ха, и не ложился, всю ночь думал Ну вот, мам, он обязательно что-нибудь придумает Откроет новый философский закон А потом свою философскую школу Милена, я жду этого уже столько лет Нет, я сначала, конечно, верила Потом надеялась, а сейчас собака Мам Я говорю, собака, вон и та сбежала Гормить нечем Бабушка, бабушка, а что ты принесла? Ах, Маисова, я не плежала А мясо? А мясо? Все забрал наш Архон У него сегодня званый обед Сын из-за физ приехал на каникулы Ну и чем мне теперь кормить диогена? Мужчине нужно мясо Бабушка, а может я в другую ласку сажу? Кроме антиоха, нам уже давно никто ничего не дает скрыть Придется опять что-нибудь продать Что? О, почку Нам-то она все равно не нужна Вина-то у нас нет Так кому нужно это дырявое решето? Нормально О, фонарь Вот что надо продать Старина сейчас в цене Бабушка, после чего? Это единственная вещь в доме, в которой отец действительно дорожил Да, мама С ним он обошел всю Грецию И когда люди его спрашивали, зачем ему фонарь, да еще и днем он встречал Ищу человека Вот и нашел Такую дуру, как ты Так давайте завтракать, Милена зовется А где он? О, я не знаю, тебе лучше знать Наверное в погребе, как вчера Ой, да нет его там, я уже смотрела О, ну тогда, наверное, возле моря Только не заплывай далеко Бабушка вчера в море видела акулу О, мам, не волнуйся Если акула вчера видела бабушку, больше она не приплывет О, я все отец в облаке, а? Нет, ну ты посмотри, а Мама, ну ты что? Отец, давай скорее, что ты там ползешь, как черепаха? Милен, подожди, сколько я еще бежал? Сегодня один круг, завтра другой и так далее Верховный жрец Афин каждое утро пробегает 10 кругов И жрец бегает? Все в Афинок бегают, здоровье прежде всего Не отставай от мода, отец, побежали Отдохнем немного Вот у нас в ораторской школе Беги гимнастика это самые главные предметы После риторики, конечно Вот ты попробуй 3 часа проговорить без остановки Смотри, папочка, смотри Греков грека через реку, видит грека в реке, рак сунул Грека руку в реку, рак за руку, грека цап, а? Что сказал? Болтать безумно, как всегда уделом женщин И тут так стал отец Сейчас все наоборот Болтают мужчины, а женщины делают дела Особенно если они красивые Ищи мне красивую невесту, папочка В твои годы я еще не думал о женщинах Но в твои я тоже не буду думать о них, папульки Отец! Отец! Ух ты, какой нервный голос! Где же ты? А кто это, пап? А, сейчас скажу Я не знаю Голоса меня интересуют, только во время выборов побежали А? Папуль, я догоню тебя Давай, догоняй Интересно, где же он сегодня спрятался, а? Отец! Кто здесь? Я А ну, а ну отдай хитон Раньше я думал, что афродита, выходящий из морской пены, это только миф А, теперь я вижу его наяву Так, если, если ты не отдашь ни хитон, я спущу на тебя собаку Виктор, Виктор, подоги А, на, 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 держи Чего ты уставился? А ну, отвернись Такой красавицы, как ты, не найти даже в Афина Я тебе сказала Отвернись А такого наглеца, как ты, не найти, не найти во всей Греции А ну-ка, уходи Не уйду тут, пока ты не скажешь свое имя, красавица Отдай, ну, это мое Нет, не отдам Отдай Не отдашь И не уйдешь Тогда уйду я А, погоди, Клеопатра Какая Клеопатра? Я Милен Ну вот, вот я и узнал твое имя Какое красивое Хотя ты бы могла украсить с собой и более другое А, а меня зовут Клеонт Слушай, а, давай сегодня вечером встретимся на городской площади у Пантана Что? Какой ты быстрый Да, я быстрый, конечно А я ведь даже не знаю, кто ты Да пока никто, но скоро буду оратором, как демосфен Я уже сейчас могу проговорить три часа без остановки О-о-о, три часа? Да, подожди, а ты что, мне не веришь? Не верю Три часа без остановки Хорошо, давай, назови мне какой-нибудь предмет, давай Какой предмет? Я не знаю, колонна Дерево Дерево, колонны, колонны Бочка Что? Давай Пусть будет бочка А, и три часа без остановки Итак На бочку Давай А вот это же там Еще великий Гераклит сказал У каждого начала есть конец, и у каждого конца есть начало И еще При чем здесь Гераклит? Я тебя просила, а бочки? Подожди, но если я начну сразу с бочки, о чем же я тогда буду говорить три часа? О любви к тебе я мог бы говорить бесконечно Интересно А когда это ты успел влюбиться? Как только услышал твой голос, как только увидел тебя А я не верю в любовь с первого взгляда Ну если ты не веришь с первого, давай мы встретимся еще Еще, 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 еще Классика! Кто там? Там? Наверное, отец Вместе с собакой? Почему? А, нет Это я придумала Чтоб ты не приставал Да? Нет, нет, я здесь постою Точно! Он вчера в погребе прятался, а сегодня в комурет А зачем? Как зачем? Он же философ Чтобы думать, философам нужно Единение И влюбленным тоже Давай уйдем отсюда А чего ты испугался? Отец, когда думает, он ничего не видит и не слышит Да? Ну так замужем здесь Крионт, Крионт, ну куда ты подевался? А вот это уже и мой отец Так, все, сегодня вечером у фонтана, договорились? Все, я побегу А кто твой отец? Архонт Синопа Он сын Архонта Мелена! Мелена! О, ну что, ты нашла отца? Не мешай мне, мама Я думаю О, еще один мыслей Здравствуйте Мама, мамочка, скажи, а ты веришь в любовь с членовым взглядом? Тихо, веришь, мам? О, ну если это любовь, тогда, конечно, верю Вот с твоим отцом мы были знакомы всего два дня А Антюх меня обхаживал два года Этот лавочник Так, а почему столько презрения? Если бы не он, мы бы уже давно умерли с голоду Видимо, не забыл еще старую любовь Ай! Какие чертовы ступенька! Мамочка, мам, скажи, а ты бы хотела, Рома? Ну, хотелось бы, чтобы мы не думали каждый день, что еще продать А думали, что еще купить Вот чтоб белье стирала не ты, а рабы А будки сделал не папа, а дек Так! Значит, этот негодяй В будке Я все утро Ломаю голову, чем мне его перменить А он не живет Собачий в будке Ах, женщина, женщина Человек живет на земле Не для того, чтобы есть Он ест для того, чтобы жить Вот недолго бы ты прожил Если бы милосердный отек Нас не покармивал Кость, брошенная собаке, еще не милосердие 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 Это кости, разделенная с ней, когда ты сам голодил Как собака Какой прекрасный афоризм, папка Ах, доченька, если бы за его афоризм нам плотили Мы были бы уже богаче архонта Вот, вот чем мне кормить вас сегодня, м? Продай мой фонарь Что? Милена, я не ослышалась, твой фонарь Ты же хотел его повесить перед входом В свою собственную философскую школу Нет Мне он больше не нужен Я искал с ним человека, который открыл бы мне истину А сейчас А сейчас ищу истину, которую открыл бы мне человек И мне кажется Я преодолел первую ступеньку на этом тернистом пути Да Чертого ступенька Вот, от лучшего это эту ступеньку починили Пиздельник А вы иди сюда Пиздельник Мам! Я так рада за вас, дети мои! Ой, не хватит, мама! Вы нас не забывайте Хоть раз в год присылайте раба с известием Ну, насчет раба, не знаю А вот детей Они тебе слышно пришлют Пиздельник 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 Подержим Можете брать Сами с муавина Да Кстати, я получил изофил Мухетоны самого модного покроя Как что... Заходите... Мухетоны, я думаю, мы выберем уже теперь В другой лавке Как и там пирога Как и там пирога Как и там пирога Ну что? Забыла вашу молодость? Ну и что с тобой, чужие люди, а? Ну почему же? Я все помню Ты тогда был такой красивый Стройный, высокий Как твой младший сын Я все понял И кто он тебе пронесет, мой младший сын? А тебе, Дорида, старший Ну ладно, я пошутила Можешь сам принести О, как я счастлива Самокол служит слов Сапасию слов Которая прославит вас Вархолта О, я так счастлива О, я так счастлива Мама, подумай только Смотри, мы здесь Сразу превратились в сна Да И все это благодаря ему Геоген Геогенушка Геогеша Мама Ты, наверное, голоден, да? Вылезай оттуда Ну чего ты мачишь? Я говорю, ты, наверное, голоден Вылезай оттуда На кого ты кричишь? Хочет человек думать Пусть думает Гвоздь перебить каждый может А вот думать Тихо Тихо Келятину ему лучше поджарить Хи Хи Геогена Чего? У тебя когда родится сын То обязательно назови его Геогена Я шел Эврика Эврика Я нашел Я нашел Я нашел Я нашел Что ты так нашел, папка? А что можно найти в дупле, кроме птичьего помета? Мама Ну ты ничего не понимаешь Слушайте Слушайте, меня все Елена Елена, скажи мне Сколько в доме Диогена рабов? Пап, ты что? Ты не доволил? Нет, ты мне не ответил Сколько в доме Диогена рабов? У нас нет рабов Есть Есть Четверо Дорида Памфила Я И ты Да-да-да Мы Мы все рабы Мы Мы рабы вещей Этого фонаря Этого дома Нам Нам только кажется Что мы их хозяева Но мы Лишь тот Кто найдет в себе силы Разорвать невидимую цепь этого рабства Станет счастливым Он поймет Что на свете есть вещи Которые не принадлежа никому Принадлежат в силу Это Солнце Море Звезды И ты придумал это Прямо сейчас? Да А Нет Нет, но Зачем я начал об этом давно Когда мне было тихо 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 Афины тогда воевали со Спартой И я носил нехитон и железные лапы И вот однажды Я увидел как ворвавшись в осажденный город воин и деревян добычи Но это было пострашнее, чем сама битва Из-за какого-то глиняного горшка они готовы были убить друг друга Зачем? Воскликнул я Когда мы все и так смертны Но Меня никто не услышал Тогда я взял фонарь и пошел искать с ним человека, который бы мне все объяснил Так я дошел до Синопа и встретил там Памфилов А того человека Какого человека? Ну вот слонарь Нет, 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 нет Ответ мне пришлось искать самому Глупый ворог живет 200 лет А самый умный на земле существо человек Сколько живет он? Короткая черточка между датой жизни и смерти Вот и вся его жизнь Но на что мы тратим ее? В юности, когда мы здоровы и полны сил На то, чтобы приобретать вещи В старости, когда мы немощны и хилы на то, чтобы их сохранить Но богатство, оно как морская вода Чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда Богат не тот, у кого больше вещей А тот, у кого больше вещей, от которых он может отказаться Довольствуясь малым, человек обретает все Да Мама? Да Мама, бабушка, иди сюда Скорей Скорей Так, 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 сейчас Мама, бабушка, стойте там Быстрее Бабушка, иди сюда Стой Так Скажите Сколько у нас в доме рабов? О! Что еще он вбил в твою голову? Последнего раба дедушка продал, когда ты родилась Мне нужно было купить колыбель Мама Бабушка, этот раб не был последним Мы с вами, мы с вами тоже рабы Мы рабы своих вещей Они сковывают пособно цепями Но если эти цифры разорвать Мы будем счастливы Так, папа? Да Так, дочка Так Довольствуясь малым Человек обретает все Папа открыл новый философский закон Значит, он откроет свою философскую школу И кто пустит своих детей в такую школу Только нищие И то не все У кого не все дома Я знал Я знал Я знал, что меня поймут не все И не сразу Людям Нужен живой пример Кто-то должен быть первым Иначе не будет ни второго, ни третьего Отныне Я отказываюсь от всего, что у меня есть О А что? Что у тебя есть? Вот эта жалкая лачуга И она мне не нужна Так она нам тоже не нужна Мы теперь будем жить у архонта Да не нужен мне его дом Ничего мне теперь не нужно Хорошо, а где же ты будешь жить? Развивала место под солнцем А где Агент? Все места под солнцем уже расхватали Так и ты философствовал Цепи он хочет разорвать Тоже мне Геркулес Да ты посмотри на себя Вон усох уже от своих мыслей Как наша дырявая бочка Бочка? Бочка Бочка, ну конечно же бочка Спасибо Спасибо тебе, Памфила Отныне Отныне я буду жить в этой бочке И клянусь богами Я не выйду из нее, пока люди не поймут, что я прав Тогда тебе придется просидеть в ней всю жизнь Где Агент? Ты что, серьезно? Нет, 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 давай вылезай оттуда Вылезай, сейчас принесут хитоны мерить Не в бочке же их мерить Да не нужны, не нужны мне теперь хитоны Ничего мне теперь не нужно кроме одного Чтобы люди услышали мой голос Услышали и задумались о своем будущем Хорошо, хорошо И скажи мне, кто тебя услышит вот на этом пустыре Только голодные собаки и сытые бездельники Сгоняющие по утрам жир А им твои истины не нужны Пап, вспомни Вспомни, как ты ходил с фонарем И говорил еще человека Кто тебя услышит? Ты? Ну я, я... Да я влюбилась в тебя, потому и слушала твои бредни Ну, может еще кто-нибудь влюбится? Что? Я тебя сейчас... Да успокойся ты! Успокойся ты! Кому нужен этот еле живой пример? Мама! Ты прав, Диагент Но и Помпила права Кто тебя вот здесь услышит? Что? А если будешь жить в доме Арконта В самом центре Синопа В центре? Тебя услышат все Заслужишь признание И получишь все, о чем только можешь мечтать Ну? Лучше заслужить не получая Чем получать не заслуживая Все, не мешайте мне думать Ну конечно, конечно Думать обо всем человечестве гораздо легче Чего счастья единственной дочери Вылезай! Сердца у тебя нет! Есть! Есть у него сердце Только будь к нему, как у всех мужиков Лежим через желудок Миллионард! Телятина Наверное, поджарилась уже Да! Сейчас он вылезет, как миленький Давай! Вези сюда, как миленький Давай! А что это за божественный запах? Неужели телятина? Да! Твоя любимая телятина С писташками? Да! С писташками! Горочка не подгорела Ой, да самую малость Как ты любишь И Лена Ну что ты стоишь? Помоги отцу Давай! Что бы без меня делали? Нет! Нет, я не могу Я не могу, да Да, я голоден Дал мне сводить живот Ну нельзя же все сводить к животу Пап, ну ты чего? Ты что, теперь и есть не будешь? От телятины с писташками Я могу и отказаться Мне хватит и куска хлеба с соль Мам! Курки-то у меня сухой не получишь Понял? Нет, ну надо, чтобы его отсидело именно сегодня О! 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 Ну в какой дорогой лапке вы найдете такой товар! А ну в какой дорогой лапке вы найдете такой товар! Пап! Пап! Этот хитон тебе, Дарида Пап! Цвет морской волны Молодец! Спасибо! Желтенький тебе, Панфила Первый раз я тебя в желтом Пап! Увидел желтым! Ну а невесть! Аааа! Невесть и, конечно же, белый! Ааа! Конечно же, белый! Ааа! Как хороши! Аааа! Просто три богини, спустившиеся самим по ад Классная Гера, пудрая Афина и прекрасная Афродита! Аааа! Не хватает только Бариса, чтобы оценить вашу красоту! А вот, кстати, идиот! Хвала богам, что мы женимся в синопе! В Афинах мне бы изоместить не обижать всю знать! Сегодня вечером они все будут у твоих ног, дорогая! И он-то еще здесь! Не еще, отец, а уже? Все приглашены, папочка? А? Нет, Диан, может и ты ходишь кого-нибудь приносить? Еды хватит на всех! Сан теперь много не ест! Все на диете, правильно я говорю? Ну что ты умолчишь? Аго! Спит он всю ночь, думал! А теперь вот отсыпается! Ложь Здесь я То в дупле, то в бочке! А куда ты завтра залезешь! Больше никуда. Отныне и навсегда. Это мой дом. Ты что-нибудь понимаешь, Клю? Философы шутят, папочка. Да какой это дом, Деоген? Такой же, как и твой, Атеох. И вообще, что такое дом? Это крыша и стены. Крыша здесь есть. И стены тоже. Так. Рано он начал праздновать свадьбу. Я тоже так думаю. В какой лавке вы брали вина? Да ни в какой. Должен он и фрагу напился. Хмель на утро выходит, а вот этот дурь с ним надолго. Он решил, что человеку ничего не надо. Надо? Надо лишнего ему не надо. Интересная мысль, папочка. А, очень интересная мысль, Деоген. Хоть будет о чем поговорить за столом, о том, как соберутся. Только о погоде. Только об Олимпи... А, не только о второй лавке. Ты так ничего и не понял, Хемистоф. Ой, слава. Я не войду в твой дом. И в свой тоже. А ты не навсегда и остаюсь здесь. Что, вы понимаете? Я сам впервые это слышу, как. А что здесь по нему? Что здесь по нему? Кто откажется от большего ради меньшего? Да нет же. Нет. Ради большего. Владея морем. Станешь ли ты завидовать тому, кто плещется в мраморном бассейне? Обладая солнцем, станешь ли ты завидовать тому, кого фонарь, пусть даже и золотой? А душа, свободная от зависти, наполнится любовью и добротой. Довольствуясь малым, человек обретает все. Обладая мой, владея солнцем? Нет, он сумасшедший. А я говорил. Да нет, он еще хуже. С теми, кто что-то просит, еще можно договориться. Попробуй обложить того, кому ничего не нужно. Спасибо тебе, сынок. Хорошую свинью ты мне подложил. Накануне выбора. Молодец. Значит так. Если до заката солнце диаген не вылезет из бочки, никакой свадьбы не будет, я не дам согласия на этот брак. Конец цитаты. Дети! Волазь ты! Волазь, спасибо! Давай, волазь! Волазь! Да не вылезет! Все уже перепробовали. Даже твою телятину. Даже мою телятину? Да час уже бьем. Ага. А! Когда селедка остается у меня в бочке на самом дне, я наливаю воды, и она всплывает. Несите воду! Несите воду! Относите, остановитесь! В эту бочку можно перелить хоть все Эгейское море. Она ж дурявая. Синьё надо поджечь, и он выскочит оттуда, как у горелых. Как это? Ну-ка давай, анчоох. Нет, не надо. Неси, не надо. Вы знаете отца? Ради идеи он может и сгореть. Ну и что же теперь будет? А я знаю чего-нибудь. Ладно, здорово меня не будет. Ладно, здорово. Ладно, здорово. Ладно, здорово. Ладно, здорово. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот потому и придумал такую чушь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Ой, что тебе надо? Говори-то побыстрее. Я вообще-то, кажется, расплодилась с тобой. О нет, ворами, не совсем. Маги свидетелей, я никогда тебе не отказывал. Даже самые трудные для тебя времена. Маги швайнулся с перси. С перси. С перси. С персией. С персией. Когда в городе оставались только немощные старцы. Ох, ну да. Если бы не ты, я б не дождалась победителей. И сейчас, наверное, тебе не легко. Он на москвичей тянет. Слышь ты, что тебе надо? Говори-то побыстрее. Я приглашена сегодня на ужин к Архонту. Если ты, конечно, не пошутил, красавчик. Когда тебе наскучит твоя жена, все умер. Не отвлекайся, флагравия. Мальчику сейчас тебе на тебя. Свайбу не будет. Какая жалость. Первый раз пригласили поп... В приличный дом. А что случилось? Ты понимаешь, отец тебе что-то залез в бочку. Не хочет оттуда вылазить. Он что, сумасшедший? Слушай, философ, ты малыш, ты ему в голову придешь. Философ? Наверное, знаменитый, да? Знаменитый вафинок же. Вот слушай, флагравия, помоги нам вытащить его из бочки. Я? Да вы что, с ума сошли? Двое крепких, здоровых мужчин. Вы что, не можете ее перевернуть? Да не в бочки взяли. А в чем? Мозги в унах перевернуть, чтоб ты вместо встал. А это может сделать только женщина, красивая, обольстительная, при виде которой все глупые мысли вылетят у него из головы. Короче, ты, флагравия. Где этот человек? Ну я же говорю, в бочки. Давай, давай, начинай. Что значит? Давай, давай, начинай. Оплатить кто будет? Давай, давай. Он заплатит. Так ты же мне одежды обещал. Ну хорошо, я заплачу. А то будет пусть хватит на подарок. Он чем? Завтра зайдешь ко мне в лавку, мы с тобой рассчитаемся. Эй, нет, милый, в моей лавке в кредит не отпускают. Деньги на бочку. Деньги на бочку. Завтра. Держи. Держи. Сколько? Сколько? Триста. Триста. Четыреста. Триста. Тебе совесть, флагравия. Да был бы он знаменитый. Я бы и драку не взяла. Реклама, двигатель торговли. Ну ты-то должен знать. Ну ты-то должен знать. Триста пятьдесят. Триста пятьдесят? Да не торгуйся, ты еще одну лавку отстроишь. Вторую лавку. Да. Вторую лавку. На. Триста. Держи. Ну и как зовут этого сумасшедшего? Крионт. Да не тебя. Антиох. Диоген. Диоген? Да. Диоген. Котик! Это я! Твоя мышка! Вот тебе нужно, женщина. А! Ну вот! Уже и вылез. Наполовину! А надо, чтобы весь! Надо, чтобы весь. Ну хорошо! Сейчас и весь. Хм-хм-хм! Что ты делаешь, женщины? Сейчас же оденься! Ну что ты, все женщина да женщина, а все мне как раз таки просят наоборот! Не мешай мне думать! Значит, я еще мало разделась! Давай! Ах! Хе-хе-хе! 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 Ах! Хе-хе-хе! 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 Ну что ты, все женщина да женщина! Ты что, не знаешь, как меня зовутся? Не знаю! еще интересней первый мужчина в синопе который не знает флорами да мой дом известен каждому ты что не читал надпись над его входом войдя про все забудь уйдя навек запомни может и читал что навек не запомнил ничего сейчас запомнишь вот какие у нас с тобой здесь грибы да ах ты старый ты мухомор попила попила пожалуйста не волнуйся я тебе сейчас все объясню а я не хочу ничего слушать мама мама лена идите сюда что полюбуйтесь на нашего праведника знаете кто сейчас сидит с ним в бочке не смей не смей так говорить да она святая она дала последний что у нее было драгоценный гребель чтобы прийти ко мне хорошо пришла а в бочку то зачем мне это дождя еще одна и она сядет рядом со мной да уж нет рядом с тобой сяду я а ну вылезай руки убрала все спокойно вылезаю внимание я выхожу полезай полезай в дупло да да в дупле намного уютнее там дождь сухо там в жару прохладно ну как то тебе мне видно море до самого горизонта а главное я вижу тебя диагет ой какая прелесть я завтра же спилю это дерево приветствую тебя мыслите ты не хотел прийти в мой дом я пришел в твой надолго навсегда а Милена ты что не сказала ему я сказала так вот где мне поставить бочку учитель справа тебя или слева слева сяду я я пришел раньше а тебя разбудила жена я от жены отказался я от всего отказался а я родственник да какой ты родственник если не можешь признать супругу своего сына а я сегодня признаю А, ты-то, конечно, улыбнулся здесь слева от тебя. Как назвать? Да, да, да. Пожалуйста, прошу вас, успокойтесь. Поставьте свои бочки здесь, рядом со мной. Прошу вас. Я должен беречь... Прости, учитель, не сдержался. Да, да, я понимаю, но я должен беречь своих последователей. Их у меня не так много. Только вы, флорайки. Я здесь, мой учитель. Терпение, терпение. Лена, принеси ей какую-нибудь подстилку. Ой, не надо, не надо, здесь есть мешок. Какой мешок? Откуда он там взялся? Вот. Вау, так с меня только деньги. 6.30. Деньги. 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 Так много. О, отец, ты уже здесь. Да, мы уже здесь. И Адюк. Какая приятная молодость. А у нас еще одна новость. Да. Ларамия нашла в дупле целый класс. Да? А ты столько раз туда лазил и не заметишь. А где там оказались эти деньги? Я не знаю. Ой, а теперь не надо ходить страшникам за едой. Я теперь завтра пойду к Адюоку и куплю каждому богусю. Завтра утром ты раздашь эти деньги нищие. Ну это уж слишком, отец. Как можно раздавать чужое? Флорами я раздала свое. Это я понимаю. Не порой свое доброе имя, Диоген. Ведь кто-то спрятал здесь деньги, верил, что их никто не тронет. Ведь Диогену. Ничего не нужна. Да, я еще раз посмотрю. Я никогда в жизни не видела столько денег много сразу. Ну пожалуйста. Ой. Тут не только денег. Тут еще гребень. Ага, это мой. Мой гребень. Ты не ошиблась, Флорами? Да я узнаю его из тысячи. Ну посмотрите, там должно быть написано Артемида. Это имя моей матери. Артемида. Там значит, ты догнал страшника. И отнял у него гребень. А у кого ты отнял эти деньги? Я. Ну тот, кто положил деньги, тот положил деньги. Скажи, что это не так, Крилон. Ну, говори. Отец. Ну, ты же сам мне говорил, что люди должны отказываться от лишнего. Вот я и решил. Пусть каждый, кто хочет посмотреть на тебя, откажется хотя бы от десяти драг. Надо же с чего-то начинать. Молодец, предприниматель молодой. Какой позор. За меня хотели смотреть за теньки, как на дековиного зверя в зверинце. Да я убью тебя. Я оставлю своего внука без отца. Внука? Да, у тебя будет внук. Вот. Какая радость. Мы будем дедушками, Геша. А я буду на маму. Теперь ты понял, почему я хотел с ним. Я хотел, чтобы мой сын жил лучше, чем мы. Ниньки. На ребенке ты узнал только сегодня. А вот и проверял каждый день. А ну и сынок у нас, вархонт. Теперь тебя не выберут. Хоть в конуру полезай. Выберут меня. Выберут меня. Выберут меня. Нет, ты где? Вот для чего ты сюда пришел, Фемистокол. Ты знал об этом. А, ну мы все. Мы сейчас на Ферсонесе. Мы сейчас тоже не выдержали. Храни сын. Фемистокол обещал признать наш брат. Я пристаю. Приезжаем, да, уже 20 лет. Прости, где я ел? Давай, я ел. Давай, мы на Ферсонесу. Да, не надо ехать. Да, не надо ехать. Давай, поехали. Фемистокол, поехали. Ничего, помнимаем. Фемистокол, поехали. Жили у нас. Для того, чтобы они были лучше, чем они. Чтобы не отнимали у других необходимое. Ведь из-за этого все бедры, все воины на земле. Я шел к этой истине всю свою жизнь. Но только сегодня я помню. Какими бы прекрасными ни были истины. Но если ими можно торговать, если на них можно наживаться, люди перестанут верить и в них. И в того, кто их открыл. Нет. Внуки не простят меня. Если я прошу вам. Уйди из глаз долой. А кто тебе откроет ворот? У стражников тоже есть дети. И пока ты здесь, они будут сыты. С каждой в десяти драконах. Они получают две. Это гонитый городом море. Пальпила. Я жду не подать, чтобы он осветил мне. Нет. Нет. Не уходи, яген. Не уходи, яген. Не искушай судьбу дважды. Но это, говоришь, ну ты, сменившая золото на рубище. Я тоже. Я тоже тебя обманула. Ты думал о судьбах всех, а я только о своей. А какая может быть судьба у гитера, которая за три? Только в масло с себя невзираем мужчины все равно обходят твой дом стороной. А если бы над его входом висела надпись «Хлорамия сподвижница диагена». Замолчи. В основном я тебя не обманула. Таких мужчин, как ты, я никогда не встречала и уже не встречу. Замолчи. Диаген. Замолчи. Только ты сможешь остановить его. Теперь его никто не останусь. Вернись, Диаген. Если я скоро стану от контакт, я поставлю на городской больше не твой пюс. А я памятник вовесил. Замолчи, Диаген. Памятники ставят мертвым, а он живой. Вот, я вижу, он плывет. Я вижу его. Я... Что ты замолчала, Хлорами? Диаген. 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 Хлорами. Диаген. Продолжение следует...